Так говорит Создатель Благовест Опять дата. Опять Новый год по старому стилю. И все эти события, хочешь того или нет, но настраивают на философский лад, предполагая подведение итогов и прогнозирование надвигающегося завтра. События прошедшего года показали, что люди в своей основе встревожены не только дисбалансом природы и увеличивающимся количеством природных катастроф, но более того распоясавшимся терроризмом на религиозной основе, что особенно пугает своей непредсказуемостью. Действительно, окончание 2005 года навсегда запомнится жесточайшими религиозными конфликтами, которые были спровоцированы мусульманской частью населения Европы. Эти конфликты, их жестокость и бессмысленность не только пугают людей, причем всех слоев общества, но делают будущее совсем непредсказуемым, потому что кроме ухудшения отношений между представителями разных религий и прежде всего конфликт между мусульманами и христианами, нет никакой альтернативы и нет никакой надежды на оздоровление отношений. Мир действительно затрещал по швам, и это особенно показал прошедший год. Итоги прошедшего года показали общую тенденцию к ухудшению положения в мире. Причем это ухудшение связано одновременно с увеличением числа конфликтов на религиозной почве на фоне нарушения гармонии природных ресурсов, делают положение на земле критическим и взрывоопасным. Ситуация накалилась до предела, и вот-вот наступит момент, когда апокалипсис действительно может наступить, спровоцированный самими людьми на почве религиозных расприй. Удивительно, что религия, предназначенная объединять людей и вести всех к Богу, давать веру и надежду, сама является причиной межнациональных конфликтов и причиной надвигающейся катастрофы. Но удивляться-то по существу нечему, потому что, как я говорил недавно, человечество упорно шло и продолжает идти к своему концу. И все от того, что нет духовного стержня у людей, нет объединяющих начал человечества, поскольку каждый отдельный человек, его род или народ в целом, имеют собственное представление о критериях истины и о добре и зле. Нельзя рассчитывать на прогресс в обществе, если изначально люди не договорились об общих правилах игры в материальном мире. Причем основополагающие правила игры на светском уровне или материальном уровне люди попытались ввести в жизнь, создав организацию объединенных наций. Но жизнь показала, что на светском или материальном уровне можно иметь любые соглашения, но если они не подтверждены договоренностями на духовном уровне, все это не имеет смысла и только поддерживает видимость мира и согласия на виртуальном уровне между странами. Все попытки людей как-то договориться и привести все к единому знаменателю, к сожалению, как оказалось, не имеют положительного результата, потому что, как показала история, без согласия на духовном, понятийном уровне все бессмысленно. Для большинства людей, относящихся к религии или Богу с прохладцей и вспоминающих о высшем разуме только от случая к случаю, стало удивительной реальностью осознать краеугольную роль религии в межнациональных конфликтах, грозящих перейти в Третью мировую войну между мусульманами и христианами. Люди не могут понять, как такое может быть в наступающем тысячелетии, когда на фоне высочайшего уровня научного и технического прогресса вопрос может идти о разобщении людей, народов на религиозной основе, приводящем мир к мировым войнам и грозящим стать началом катастрофы мирового порядка. Последние события нагнали много страха и заставили вспомнить о религии, о Боге, как об основной силе, способной перевернуть все предыдущие представления о морали и пути развития человечества. Вдруг всем стало ясно, что на фоне благополучной Европы зреет нарыв возможной религиозной войны и конфликт между людьми не столько по национальным признакам, сколько по религиозным представлениям и обрядам. Вдруг оказалось, что внутренний выбор человека, внутренний выбор народа, до недавнего времени не представлявший интереса для окружающих, стал основой будущего всего человечества. Вдруг оказалось, что различие церквей, религиозных представлений, несмотря на принятие или признание всеми меня, вашего Бога, Создателя и Всевышнего, стало наиболее важным и определяющим состояние человечества и делающим будущее его или прозрачным, или непредсказуемым, и даже взрывоопасным. Религия, а лучше сказать различие религии, показало, что внутренний мир человека, его менталитет, его мораль и его представление о критериях истины определяют состояние материального мира, его настоящее и будущее. Я много раз говорил о том, что на фоне достижений науки и техники, а по существу материальных достижений, на которые были потрачены практически все ресурсы человечества, церковные догмы оказались оковами, тормозом духовного прогресса человечества. Конфликты на религиозной почве очень хорошо показали, что важнее самого человека, его представлений о добре и зле, о Боге, на земле ничего не было и нет. Все, что делал человек в области науки и техники, может быть в одночасье перечеркнуто и уничтожено самим же человеком. И только от того, что разрыв между духом и материей за все эти годы, тысячелетие, не только не уменьшился, а значительно увеличился, дойдя до уровня пропасти, мост через которую уже невозможно выстроить своими силами. Я говорил, что гордыня есть самый главный грех человека на земле. Он управляет человеком, он губит человека, поскольку люди, исполняющие культ и религиозные обряды, религии разного толка, тоже есть люди, грешащие гордыней, то, естественно, они используют веру людей не для передачи знаний или заповедей, а для удовлетворения собственных похотей в царстве лукавого. Вот и получилось, что церковь, религия, изначально единая, из-за человеческих грехов и пороков была разделена самими людьми по национальным признакам и растащена по странам, имеющим различные представления о Боге, о морали, об отношениях между религиями и, конечно, о великих истинах, добре и зле. Теперь вы имеете проблемы, которые делают ваше будущее непредсказуемым и, как я сказал, взрывоопасным. Единственная надежда для людей иметь собственное будущее и будущее своих потомков связана только с моим вмешательством в дела человечества и приведение всех религий к одной, единственной, к единому Богу. Моё вмешательство будет выражаться в управлении материальным миром через людей, которых я сам выбрал, которым я даю знания мои вечные и которых я контролирую, а лучше сказать, направляю, с тем, чтобы исключить повторение пройденного. Я уже говорил о том, что не хочу потерять пятую расу, её потенциал. Я хочу сохранить генетический фонд человечества, отдав им знания, объяснив основы моего миропорядка и роль человека в вечности, сделать людей основой формирующейся новой шестой расы. Люди не могут повлиять на события вечности. Вам придется принять мой мир, его порядок, меня, вашего Создателя, как управляющий высший космический разум и войти в вечность, заняв там достойное место. Вот ваше будущее, вот ваш путь, который был предначертан вам ещё много тысячелетий назад, и ваше будущее неразрывно связано со мной, вашим Учителем во Вселенной. В ближайшие годы для вас есть годы постепенного преображения менталитета отдельного человека и человечества в целом, для того, чтобы быть готовыми к принятию моих знаний и моего миропорядка во Вселенной, в вечности. Благая вест.